Главный экспонат на выставке Ван Гога – сам Ван Гог. В Буррелинском музее теперь можно познакомиться с творчеством великого художника. Это репродукции мировых шедевров, созданные в особой технике – жикле. Она позволяет наиболее точно передать фактуру мазка и нюансы цвета. Последнее особенно важно. Выставка так и называется – Ван Гог – симфония цвета. Общепризмом считается, что Ван Гог – это великий мастер цвета, а не тона, не полутонов, не композиции, именно цвета. В этом он явился великим мессией, который, вступая после дамы профессионистов, создавал вот такие великолепные цветовые шедевры, иногда смешивая самые несопоставимые цвета, а иногда создавая полную гармонию цвета. 69 работ разбиты на небольшие тематические комплексы. Каждый соответствует тому или иному периоду творчества. Вот самая знаменитая серия – «Подсолнухи». Существует предание, что в один из ненастных летних дней крестьянки не пришли к мастеру на пленэр. Ван Гог расстроился. На окне стояла керамическая ваза с великолепными прованскими подсолнухами. Они настолько сильно вдохновили художника, что этим цветам он решил посвятить целую серию работ. Две картины мастер подарил своему другу Полю Гогену. Кстати, по одной из версий, именно после ссоры с Гогеном Ван Гог отрезал себе мочку уха. Винсент Ван Гог был невероятным трудоголиком. На его счету около 900 картин. Финальной точкой большого творческого пути стала вот эта работа – «Вороны на пшеничном поле» 1890 года. Написана она за 19 дней до смерти мастера. Вот такая глубокая депрессивность и мрачность, она в полной мере характеризует душевное состояние художника. Вот эти нависшие темные тучи, черные мазки, верхние части полотна, сделанные уже неуверенной рукой, видимо, человека, не владеющими своими чувствами. И поникшие под порывами ветра пшеница – все это создает вот такое мрачное, депрессивное настроение. Преимущество качественных репродукций в том, что они помогают не только познакомиться с творчеством, но и открыть его для себя. Добро пожаловать в мир Ван Гога. Немного безумный, но такой яркий и непредсказуемый. Выставка в музее Бурылина будет работать до 2 августа. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.